Беленькими нас всякие полюбят, а ты полюби черненькими. Кристаль Руссель говорит, если прекрасные дворцы и замки реставрируют в Европе без особых проблем, то к старинным заводам и фабрикам долгое время отношение было другое. Лишь в 70-е годы прошлого века архитекторы и историки начали объяснять публике ценность таких зданий. Помогли фотохудожники. Индустриальное фото стало модным, открыв широкой аудитории особую красоту заводов. Евгений Кученев с ней согласен. Он не первый год фотографирует барнаульскую спичку, как раз бывшую фабрику. Говорит, это все равно, что музей истории и архитектуры под открытым небом. Считаю, что уникальность территории сереброплавильного завода еще и в том, что там сочетается не только уникальная архитектура 19 века, но также своеобразная красота архитектуры века 20-го. Это то место, где эти две эпохи как бы соединяются между собой, образуя вот этот уникальный ансамбль архитектурный. В Европе фабрики превращаются в офисные здания, автомобильные заводы, в торгово-развлекательные центры, газовые хранилища, в жилые дома. Кристаль пояснила, там власти-бизнесмены давно поняли, что реставрировать здание дешевле, чем строить заново. А необычный вид таких строений может сделать их новыми городскими символами, привлечь туристов. Мы спросили, какая новая жизнь могла бы ждать барнаульскую спичку. Поскольку основное помещение очень большое, мне видится, что это может быть культурный центр, возможно, театр. Или большая библиотека. Вообще здание уникально. Его можно приспособить практически под все, что угодно, тем более, что интерьер не занят. Особо стоит обыграть фасад здания, так как там прочитываются архитектурные традиции. И это элементы, которые обязательно надо сохранить. Напомним, два года назад мы уже встречались с Руссель на территории спички. И уже тогда она обращала внимание на уникальность комплекса сереброплавильного. Она надеется, что внимание, которое благодаря фестивалю уделяется архитектурному наследию Барнаула, поможет спасти его от уничтожения и подарит памятнику новую жизнь. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости.